приветствую всех любителей аквариумистики на своем канале хочу поделиться с вами опытом по созданию аквариумного комплекса вместе с инкубатором живого корма сейчас вы видите внизу аквариум на 500 литров это цехлидник вверху находятся три аквариума по 22 литра два по бокам и один полю дарил ну на по объему литров на 30 воды сейчас подробнее расскажу про них то как они устроены и про системы по выращиванию живого корма для мальков и кромечащих рыб для живо родящих мальков и для других видов мелких аквариумов но в том числе и цехлит сейчас подробнее начнем с самих аквариумов из системы фильтрации у меня здесь задача встала что не хватало объема внешнего фильтра для вот этого аквариума в 500 литров потому что я использую внешне очень небольшой объемом вот такой на 500 литров у меня жила здесь два хромиса пары и они в итоге вывели мальков тут около 40 мальков на сегодняшний день уже меньше но в общем необходимость увеличения объема фильтрации выросла и я решил сделать фитофильтр но и по ходу чтобы это было все эстетично решил сделать фитофильтр совмещенный с полюдариумом вот что из этого вышло сейчас я вам покажу проект 3d модель как это все внутри выглядит вот так они устроены эти аквариумы приблизительно вот эти шахты выполнены из зеркала поэтому они скрывают то что находится там за ними все очень просто на самом деле подача воды осуществляется через вот эту трубку внутри аквариума есть перегородка стеклянная на дне этой перегородки уложен донный фильтр в виде решетки высота это решетки около двух сантиметров в конце здесь стекло вставлено поставлено сверху на этот донный фильтр и вода получается проходит через весь объем керамзита все что здесь посажено проходит снизу выходит вот в этом в этот отсек попадает она снизу здесь несколько биошаров лежит на так они были просто я положу и выходит вот здесь нарисован скос но у меня там круглое отверстие далее вода попадает в поле ударил из фитофильтра в котором уровень воды задается вот этим стеклом сейчас она выделена синим цветом и вот в этом отсеке находится еще помпа дополнительная которая поднимает воду обратно в фитофильтр наполнительно делается оборот воды до улучшения качества воды а здесь также опять находится эта решетка донного фильтра и вот это зеркало два зеркала чтобы все это в итоге не было видно того получается два уровня здесь у поли дариума передний уровень около пяти сантиметров засыпка грунта 2 больше десяти уже получается и плюс дополнительно донный фильтр здесь установлен итоге объем фильтрующего материала тут увеличился в разы относительно биофильтра который сейчас там используется в итоге один отсек во внешнем фильтре используется под биологическую фильтрацию здесь вот получается литров 20 наверное еще добавил вот эта губка которая была по плану должна находиться было вот здесь чтобы скрыть чтобы лишить возможность мальков и других рыбок попасть в отсек для слива воды дальше получается это вода сливается обратно в 500 литровый аквариум вниз а вот эти аквариумы устроены немножко иначе здесь получается вода также подается по трубке сверху проходит через дно через грунт лежащий на дне заходит в эту шахту снизу а внизу у шахты здесь стоит крупнопористая губка ну достаточно крупнопористая для того чтобы лишить возможности мальков и креветок попадать в сливную шахту и сверху здесь тоже дополнительно стоит губка для того чтобы те кто любит попрыгать не могли сюда перепрыгнуть через вот эту через вот это зеркало лишняя вода со всех аквариумов сливается обратно в 500 литровый аквариум а подается она туда помпой акваэль фан 2 из 500 литрового аквариума подается по трубкам сейчас я вам их покажу вот по черной трубке по идет подача воды дальше тройничок идет через краник регулируется количество воды для левого аквариума и для правого аналогично еще здесь по плану сделать зеркало чтобы закрыть вот эти трубки здесь будет зеркальце заказано вырезала в качестве освещения использую шину вот такая шина светильники они легко перемещаются по шине как удобно пока полю дарим дизайн вообще не делал пока не до него было но внизу вообще растение никакие аквариумы кроме анубиаса не используются пока она без тоже вон в таком состоянии нас пока у меня находится все на этапе запуска это гнезда тоже не обращайте внимание дизайн тут вообще сейчас не не в нем было дело главное сама суть техническая и сейчас я вам покажу как сделана система по инкубации живых кормов вот начинается все с этого аквариума вот здесь в этом аквариуме есть трубка вот это стеклянная которая становится под переходит потом на белую трубочку и по ней вода самотеком подается в эти контейнеры это контейнер у меня с аулафорусом это с трубочником эта трубка подключается к вот такому поплавковому клапану настроив который можно задать уровень воды в этой емкости вот так выглядит этот клапан внутри просверлены отверстия и вот видно это трубка белая тройничком расходятся еще на две трубки уже черные одна для аулафоруса другая для трубочника изи у изи все то же самое практически сейчас я вам покажу как устроена вот эти губки вот эта губка она сейчас плавает на поверхности воды уровень на котором она находится как раз подходящие для того чтобы на ней успешно размножать культуру аулафоруса кормили я его мукой и овсяной с добавлением зеленой водоросли хлорелы в виде порошка она была я ее смешал поэтому на вид все так зеленовато подменивается вода у аулафоруса дважды в день я стараюсь это делать это можно делать по таймеру вообще автоматически получается старая аквариумная вода подается через вот этот поплавковый клапан и она подается достаточно медленно относительно вот этой помпа которая выкачивает я вот буквально одним нажатием руки клавиши включил помпу который началась нас выкачивать воду у аулафоруса она по шлангу выкачивает не в канализацию выкачивает сливной отсек вот этого аквариума в котором я разложу культуру давным сейчас они у меня тоже вам все расскажу сейчас видно что поднимается уровень здесь у мальков здесь у меня мальки гуппи и вода уходит сливное отверстие здесь тоже видно дав не видите она у меня живет в этом контейнере тоже дав не настолько много что даже не сильно жалко ее сливать канализацию но вот здесь у меня было до этого шланг был доходил вот до сюда и я ее снова фильтровал давнию и собирал даже не таким уже ситом крупный вот таким ситом помельче сейчас я так сделал потому что у меня вот здесь находится мальки до него который только сегодня личинка попала и сейчас я сюда не завожу воду от аулафоруса она достаточно очень вонючая во первых и возможно грязно но но в ней успешно жили вот эти гуппи тут два гупеныша у меня уже подрощенные такие самые крупные которые вот они здесь уже около недели с момента запуска жили вот в этой воде с аулафорусом но благодаря тому что подмена воды из старого аквариума действующего благодаря тому что дважды в день подмена воды мальки успешно здесь жили никто не сдох вот уже видно насколько помпа откачала воду уже половина воды слита сейчас уже губка начинает выходить из-под воды поверхность сейчас я вам покажу как она плавает на чем вот сюда помпа выкачивает вот такая вода выходит она довольно мутная часть аулафоруса тоже уплывает в канализацию но это только из-за того что у меня сейчас здесь мальки я их тоже фильтровал через сетку и не терялись они у меня вот смотрите уровень воды уже почти все выкачала помпа сейчас она начнет захватывать воздух и тогда я вам покажу как устроена вот это вот губка сбора аулафоруса я осуществляю со стенок можно во время подмены это делать можно прямо с водой это делать я это делаю с помощью вот такой пипетки получается вот так вот с водой на сухую пипетка не получается это сделать все помпа откачала воду ее можно будет сделать по таймеру хоть 10 раз в день подменивать воду без вашего участия и причем если шланг от этой помпы доводить сюда то без вашего участия как вот у меня сейчас дафни накапливается точно также у вас в течение дня сколько вы там раз сливали воду часть аулафоруса будет накапливаться в вашем сачке у меня такой сачок для этого сделать загиб у здесь он удобно сюда ставится ну вот этим крючочком зацепляется сейчас я выключу помпу покажу вам как устроена вот эта губка так это губка для аулафоруса не слишком мелкая не слишком крупную вот такая рамка под губкой находится сделана из пвх пластика толщина пластика 3 миллиметра покупается она у тех кто изготавливает внешнюю наружную рекламу или тех кто изготавливает аквариумные крышки он очень популярный пластику них стоит недорого вот эта рамка видите как она сделана можно было один большой кусок пластика сделать но у меня видите задача была чтобы когда сливается вода чтобы губка практически полностью осушалась и кусков пластика у меня на самом деле не было такого большого куска но были несколько маленьких я вот из них так вот сделал вот вода уже начала наливаться обратно поэтому клапану но она одновременно начала сливаться отсюда отсюда сюда подается вода из 500 литрового аквариума с помощью помпы аквариум фондов а в этот аквариум в пятисотку по этому уровню установлен еще один маленький аквариум вот здесь вот вот этот аквариум у него уровень настроен так с помощью клапана который используется сантехники унитаза вот этот уровень воды настроен так как мне нужно чтобы был уровень воды в этом аквариуме и у него есть выход вот здесь как перелив на случай если вдруг клапан вот это заглючит перелив канализацию также стоит помпа вон там видите это помпа тетра на тысячу литров она с помощью шланга подает воду вот сюда к дафне когда я хочу подменить воду у дафни или освежить эту воду вот эта вода получается свежим подается частично из аквариума который в пятисотке вот в этой потому что вот этот маленький аквариум связан с пятисоткой с помощью шланга шланг идет из дна того аквариума через вот эту стену и не сверля отверстия сейчас покажу вот по зеленому шлангу видно он заходит в 500 литровый аквариум далее идет вот такая вот помпа там внизу видите зеленая помпа и вот эта зеленая помпа осуществляет подмену воды у меня в 500 литровом аквариуме и в то же время по этому же шлангу уровень воды синхронизируется вместе с вот этим повод этому поплавку вот эту уровень воды по этому же самому шлангу синхронизируется с уровнем воды в 500 литровым аквариумом таким образом осуществляется сюда долив то есть сейчас у меня вода самотеком сливается к аула форусу старая вода из 500 литрового аквариума ну точнее из 500 плюс вот эти три вместе еще добавить вот она сейчас сюда сливается и одновременно у меня заливается свежая вода вот отсюда уже в 500 литровый аквариум как я вам показал так здесь вроде все теперь по поводу дафни инкубаторы для дафни вот это вода с аула форусом она уже содержит достаточное количество бактерий различных инфузорий калаврат и так далее для питания дафни это вода отлично подходит и для цветения воды вот здесь в этих контейнерах находится вода которую я могу закачать с помощью помпы которую я вам показал вот из этого аквариума сейчас я включил закачку воды вот она поднимается в первый контейнер это я добавляю свежую воду но если одновременно включу помпу в 500 литровом аквариуме вот здесь вот эту воду я могу старую воду с этого аквариума также в перемешку с новой водой с помощью той помпы подать к дафни и для чего это нужно на старой воде цветение воды идет лучше потому что на голой чистой новой воде хлорелла в которой вот эта зеленая водоросль она не получает достаточное количество питательных веществ здесь же получается и питание для хлорелла идет и бактерии для дафни и также я добавляю немного банановой кожуры там на дне видно сушеный монановой кожуры вот здесь она также находится давайте сейчас дальше по этому аквариуму сейчас расскажу смотрите сейчас что происходит получается часть воды которая сюда была перекачивая она обратно по этой же трубки сюда возвращается и забрала воду у гупешек здесь уже почти до нуля этот шланг получит повыше поднять чтобы он захватил воздух и остановил этот процесс немножко иначе сделаем второй контейнер сейчас я вам тоже покажу здесь у меня находится трубочник изя но здесь отличие в том что губки маленькие в чем вот я купил на какие губках на том он и находится сейчас они также плавают на кусках пластика пвх 3 миллиметра здесь у меня изя и аула форус все вместе и здесь также помпа стоит уже с фильтром и точно такой же клапан для регулирования уровня воды здесь уровень на который вы выходит на поверхность губка как раз подходящий для содержания и разведения аула форуса то есть губка она и не под водой поверхность губки и не выше воды не слишком высоко я бы сказал так то есть когда я кормлю у меня корм не расплывается по поверхности воды вот корм которыми я кормлю овсяная мука гербулес перемолотый в кофе как там кофемашина не кофемашина кофе дробилка то как называется забыл смешанная со спирулиной или с хлорелой зеленые водоросли и вот из-за этого зеленоватый оттенок вот сейчас мы немножко покормим на губке давайте здесь тоже уже заодно кормлю один раз в день главное не перекормить ну если даже перекормил просто лишним подмену надо сделать все здесь вот куча слишком большая уже насыпано надо стараться по всей поверхности распределять это на мой взгляд это эффективнее чем горы насыпать потому что горы они сухие получается и туда червяк не сильно охотно лезет пробовал добавлять аэрацию сюда в контейнера но это приводило к тому что аула форус мог лежать на дне а его на дне собирать не очень удобно это шлангом надо тифонивать губки вытаскивать ну как то не то все а вот когда без аэрации он пытается вылезть на поверхность пытается сидеть на губках пытается по стенкам вылазить и вот со стенок я его и собираю лишнего ну сейчас завершим начатую информацию о том как туда с ней выращиваются получается вот в том отсеке в дальнем сливном находится помпа которая поднимает по 6 миллиметровому шлангу воду в контейнеры с хлорелой из дафни здесь находится маточная так сказать стадо но она легко переходит по трубке вот по этому шланчику который полностью без воздуха самотеком вода переходит во второй контейнер со второго точно также пошла не переходит в 3 здесь уже видите как сделал то есть у меня изначально сюда я делал подачу воды чтобы в случае чего перелив воды вот через вот этот шланг самотеком даже мог начинаться в итоге я пока к этому пришел можно сделать по-другому можно еще улучшить эту систему ну в общем я покажу сейчас как как она уже работает и в принципе достаточного смотрите получается 2 контейнера вода по этому шлангу попадает в 3 здесь уже вот дав не находится попробую сфокусировать и она сливается через вот эту трубочку под постоянным наклоном без застоев больших каких-то сливается сачок нижнего аквариума до этого ставил сюда мелкий сачок очень много в мелкой дав не тоже собирал вот этот сачок очень мелкий но потом решил что мне сейчас надо кормить малька который здесь находится на его на накормить мелкой дав не вот здесь получается крупные дав не которые не могут пройти через сачок но они скидывают малыш не который сюда попадает и в итоге самые мелкие дав не оказывается у меня с самыми мелкими рыбками здесь вы может быть увидите плавает нужно плавать личинка сегодня которую только-только поплавал здесь же также очень много каловрадки инфузории личинка дальше чтобы эта личинка не попала к более взрослым малькам здесь такая сетка на герметик приклеена и вот этот отсек с донным фильтром где уже подростки сидят но не тоже дав не если я вижу что если у них сейчас дав не нет то могу включить долив воды или слив воды вот с этого завнять ника так сказать усиленный слив воды вот он пошел могу направить эту дав не прям туда к ним могу добавить сейчас выключу здесь могу добавить воду туда тем самым поднимется уровень здесь соответственно и уровень здесь поднимется не там поднимется в общем я доволен пока вот этой системы циолит закинул сюда на первое время для того чтобы азотистые соединения выводить пока устанавливается биобаланс вот этот фильтр донный из действующего аквариума тут лава вместе с пропантом ну а чтоб пропант в донный фильтр не просыпался там опять же мелкая сетка но не настолько мелкая как вот это просто это очень быстро забьется на сачок за пару дней забивается зеленой хлорелой вот этот сачок него промываешь водой тогда он снова пропускает воду там стоит сетка анти москитная по моему я поставил а или даже серпянка которая используется в строительстве под штукатурку ваш поклевку на общем милое дело так наблюдать вот здесь на поверхность сейчас может быть видно будет находятся личинки до него над ней фокусируется на личинках не хочет вот они ведь пузатенькие личинки значит все у них хорошо нашли они себе этот корм а главное что моего времени часу после того после того что я сделал вот эту всю систему на подъем вот этих вот мальков уходит будет уходить минимум плюс живые корма плюс вот эти витамины всякие которые находятся в флореле я думаю что со здоровьем и малька будет отлично почему вообще вот к этому всему я пришел почему потому что зима рыбу купить в нашем регионе в нашем маленьком городе здоровую хорошую очень сложно найти обычно больные попадаются вот у меня недавно купе полегли тысячи на три куплены от того что там какая-то болячка завелась у них и мои полегли тоже из-за них в общем купил я сейчас вот купил они буквально на следующий день 10 мальков примерно метнули вот эти 10 мальков уже на на живом корме круглосуточно в нем плавают вырастут я думаю крепкими здоровыми артемия баловался как-то одно но сейчас даже думаю артемию запускать не буду потому что судя по первым был малькам растут они отлично вот эти вот эти первые вот эти мальки им около недели я не плавали вот в этой вот чаще с аулофорусом и не сдохли двое один здесь плавал 2 тут у меня плавал в общем такие испытатели космонавты значит параметр воды нормально сейчас чего по этим данил личинки посмотрим как они будут здесь жить если что ну еще сделаю сниму видео покажу результат потому что здание то же самое хочется хороших производителей вырастить ну вот глядишь что-то и получится есть у меня вот такой еще один аквариум вот сюда нужно вырастить всяких мальков гупешек здесь очень много тех кто их ест здесь это делать я не могу сейчас ночная жизнь тут очень интересно со мной активизировались три ветки вот эти убийцы они убивают всех кто спит на дне вот эти меченосцы выжили а было их тоже очень много видимо научились они с ними бороться с этими кривитосами макро брахиум и вот этот аквариум заселить хочу гупешками красивыми породистыми может быть до него если поднимется малек вот она заатестованная плавает самка это аквариум уже год функционирует были потопы неоднократно он самка ползет сыгрой есть тоже такой стоит тоже считал объем всяко получается очень выгодный вот этот объем не у одного внешника 22 литра здесь объем белозагрузки таких такие сам поищу такие внешние фильтры с таким объемом стоят очень много в общем на этом все ему было полезно пишите комментарии делитесь опытом всем добра здоровья